Житие святого апостола Тимофея. Святой апостол Тимофей происходил из Леокаонской области, а воспитание и образование получил в знаменитом городе Листры, который не столько прославился изобилием плодов земных, сколько этой богонасажденной плодоносной ветвью. Этот молодой побег произрос, однако, от не совсем здравого корня, ибо как благоухающая роза вырастает из стерния, так и святой Тимофей произошел от неверующего Элина, который был известен своим языческим нечестием и настолько погряз в пороках, насколько впоследствии сын его превосходил всех людей добродетелями и высокой нравственностью. Матерь же и бабка святого Тимофея были родом евреянки, оба святые и праведные, украшенные добрыми делами, как об этом свидетельствует святой апостол Павел в словах. Желаю видеть тебя, воспоминая о слезах твоих, дабы мне исполнится радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе. Еще будучи отроком, блаженный Тимофей, питаемый своей матерью, не столько телесной пищей, сколько словом Господнем, всячески уклонялся от языческого и иудейского заблуждения. И затем обратился к святому апостолу Павлу, этой богогласной церковной трубе. Это произошло таким образом. Святой апостол Павел вместе с учеником и апостолом Христовым Варнавой пришел в Листры, как об этом повествует божественный Лука в деяниях апостольских. Они удалились, говорит он, в леколонийский город Листру и Дервию, и в окрестности их. По прибытии своем туда святой апостол Павел совершил великое чудо. Хромого от чрева матери исцелил единым словом. Видя это, жители города сильно удивились, говоря, «Боги в образе человеческом сошли к нам». Когда же они узнали, что это не боги, а люди, и называются апостолами и проповедниками живого бога, при том суть противники ложных богов, и для того именно и посланы, чтобы обращать людей от бесовского заблуждения к истинному богу, могущему не только хромых исцелять, но и мертвых воскрешать, тогда многие от заблуждения своего обратились к благочестию. В числе таких была и матерь этого блаженного апостола Тимофея, оставшаяся вдовою по смерти своего мужа. Она с радостью приняла святого апостола Павла в дом свой, заботилась о его содержании и удобствах жизни и, наконец, отдала ему в обучение сына своего, святого Тимофея, как дар за совершенное в их городе чудо и за воспринятый от него свет истинной веры. Святой Тимофей был еще очень молод годами, но весьма способен и подготовлен к восприятию семени Слова Божия. Святой Павел, приняв юношу, не только нашел в нем кротость и расположение к добру, но и прозрел в нем благодать Божию, вследствие чего возлюбил его даже более, чем его родители по плоти. Но так как святой Тимофей был еще очень юн и не мог переносить тягости и путешествия, то святой апостол Павел оставил его в доме матери, приставил к нему искусных учителей, которые научили бы его божественному писанию, как об этом он сам вспоминает в послании к Тимофею. Ты из детства знаешь священные писания. Сам же апостол Павел по наущению иудеев, побитый народом камнями, был вытащен за город, после чего пошел в другие города. Спустя несколько лет, когда святой апостол Павел, выйдя из Антиохии, захотел посетить братью во всех городах, в которых раньше проповедовал Слово Божие, то, взяв с собой силу, пришел в Листры, где жил святой Тимофей. Видя, что он достиг совершенного возраста и преуспевает во всякой добродетели, притом пользуется высоким уважением у всех тамошних христиан, апостол Павел принял его к себе на апостольское служение и сделал его своим постоянным спутником во всех трудах и сослужителем о Господе. Когда же он хотел выйти из города, то ради некоторых иудеев, во множестве проживавших там и в окрестных местах, обрезал Тимофея по закону Моисеевому. Не потому, чтобы это было необходимо для спасения, ибо новая благодать подается вместо обрезания во святом крещении, но для того, чтобы не соблазнялись о нем иудеи, так как все они знали о его происхождении от язычника. Выйдя из Листр, святой апостол Павел проходил города и селения, уча и благовенствуя Царствие Божие, и всех просвещая светом благочестия. За ним, как звезда за солнцем, воссиявшим от третьего неба, следовал божественный Тимофей. Воспринимая немерцающий свет благочестия, учение благовествования Христова и научаясь высоким подвигам и добродетельной жизни, как об этом и сам святой апостол Павел свидетельствует. Ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях. Так святой Тимофей почерпнул все добродетели от сосуда избранного апостола Павла и воспринял от него ради Христа апостольскую нищету. Не приобретая себе никаких богатств, ни золота, ни серебра, никаких либо других вещественных благ, он переходил с места на место, возвещая Евангелие Царствия Божьего. Он устроил обычаи воздавать добром за зло, ускоряемый он благословлял, гонимый терпел, поносимый радовался духом и во всем являл себя Божиим слугою, будучи истинным подражателем своему учителю. Святой апостол Павел, видя ученика своего столь преуспевающим в добродетелях, поставил его сначала диаконом, затем пресвитером и, наконец, епископом, хотя он был и молод годами. Сделавшись через возложение рук апостольских служителям христовых тайн, святой Тимофей сделался усерднейшим подражателем тягостей и трудов апостольских, не уступая другим апостолам в страданиях и трудах во время благовествования учения Христова. Ни юность, ни слабость тела не могли когда-либо воспрепятствовать ему в исполнении принятого им на себя подвига. Во всей своей деятельности он обнаруживал величие духа, как об этом свидетельствует учитель его, святой апостол Павел. В первом своем послании Коринфянам, если придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я. Посему никто не пренебрегает его. Несколько выше, похваляя его, святой апостол Павел писал, «Я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе». Подобным образом и в других своих посланиях он называет святого Тимофея своим братом, говоря, «Павел узник Иисуса Христа и Тимофей брат». Павел волею Божию апостол Иисуса Христа и Тимофей брат. Павел волею Божию посланник Иисуса Христа и Тимофей брат. И еще он пишет, «Мы послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия, и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить вере вашей». Эти и многие другие свидетельства в похвалу святому Тимофею находятся в посланиях апостола Павла. Однако святой Тимофей не превозносился этим, но, живя в смиренно-мудрее и строгом соблюдении себя от греха, постоянными трудами и постом так изнурял себя, что и сам учитель его, взирая на его подвиги и посты, сильно жалел его. Он убеждал его не пить одной воды, но употреблять и немного вина ради его желудка и частых недугов, которыми, хотя и постоянно тело его было обременено, но зато душевная чистота оставалась нетронутой и свободной от всякого повреждения. Святой Тимофей с учителем своим проходил все концы мира, то в Ефесе, то в Каринфе, то в Македонии, то в Италии, то в Испании. Они возвещали Слово Божие, так что с полным правом можно было сказать о них. По всей земле проходит звук их, и до пределов Вселенной слова их. При этом святой Тимофей был проницателен в рассуждениях, быстро в ответах, проповеди Слова Божия, искусный оратор, в изложении божественных писаний, увлекательный истолкователь. В церковном управлении и защите истин веры достойнейший пастырь. В особенности же достойно внимания то, что он получил изобильную благодать, так как учение своем почерпнул из двоякого источника. Он не только имел своим учителем святого Павла, но поучался и у святого Иоанна, возлюбленного ученика Христова. Когда же святой Иоанн был сослан императором римским Домицианом в изгнание на остров Патмос, то Тимофей был вместо него епископом города Ефеса, где спустя немного времени и пострадал за свое свидетельство об Иисусе Христе следующим образом. Однажды в Ефесе собрался особенно торжественный праздник, называемый катагогиум, в которой идолопоклонники, мужчины и женщины, надев на себя изображения различных странных существ, брали в руки идолов и дреколья и с бесстыдными плясками обходили улицы города. При этом они пели непристойными голосами песни и бросались на встречных, как разбойники, и даже многих убивали. Совершали они и много других скверных беззаконий, которыми думали выразить почитание своих мерзких богов. Видя это, блаженный Тимофей воспламенился огнем божественной ревности, и явившись на это богопротивное зрелище, открыто и смело проповедовал единого истинного Бога, Господа нашего Иисуса Христа. Ясно показал заблуждение и самообольщение их относительно своих богов и свободно высказал многое, что было полезно для убеждения их. Они же, блуждая во тьме языческих заблуждений, не поняли и не уразумели речей апостола, но единодушно устремившись против него, жестоко били его, имевшимися в руках их трекольями, немилосердно и бесчеловечно влачили его по земле, попирая ногами, и, наконец, замучили его до смерти. Пришедшие затем христиане нашли его едва дышавшим. Они вынесли его за город, и, когда он приставился, погребли его на месте, называемом по-гречески пион, то есть тучное. Спустя много времени честные мощи святого апостола Тимофея по повелению царя Констанция, сына Константина Великого, были перенесены святым мучеником Артемием из Ефеса в Константинополь и положены в церкви святых апостолов вместе с мощами святого апостола Луки и Андрея Первозванного. Так было благоугодно Богу, ибо в житии их все было общее — характер, учения и проповедь Евангелия. Поэтому и общий гроб приличествовал им по смерти. Тем более, что и упокоение их на небесах общее в Царстве Господа нашего Иисуса Христа со Отцом и Святым Духом, Царствующего вовеки. Аминь.